Приветствую, друзья! У меня в руке то, что касается каждого, кто живет в России. Это рубль. Сейчас я объясню, что на самом деле с ним происходит и почему это важно, и что нам всем с этим делать. Вот что говорил Путин в мае 2022 года. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. А вот что он сказал через полгода. Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Рубль в прошлом году и правда временно укрепился. Путин ставил это в заслугу своему мудрому руководству. Дескать, мы регулируем отток капитала, переводим оплату газа на рубли, и вообще у нас ответственная финансовая политика. Но Путин не назвал главную причину укрепления рубля. В 2022 году был рекордный экспорт нефти и газа из России и огромный приток валюты. При этом импорт резко упал. Но Путин пытался убедить себя и окружающих, что санкции не работают, экономика живее всех живых, доллар скоро превратится в пыль, а рубль стоит как скала. Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. И вот в этом году рубль в тройке худших валют развивающихся стран. И Путин уже почему-то не рассказывает о своих гениальных решениях. Казалось бы, ну а что случилось? Кто-то перестал регулировать отток капитала? Или Россия уже не согласна принимать рубли за газ? Или финансовая политика перестала быть ответственной? Нет, все на месте. И Путин со своими решениями, вот только рубль с начала года подешевел на 30%, а с прошлого лета почти в два раза. Когда в августе курс дошел до 100 рублей за доллар, глава комитета по финансовому рынку Аксаков заявил, что россиянам плевать на курс валюты и на их лицах улыбки. И никакого стресса. Я не знаю этих людей, которые улыбались в те дни. И скажу просто и понятно, слабый рубль – это высокие цены на все. Что? В первую очередь на еду. Почему? Три причины. Россия зависит от импорта. А импортозамещение провалили. Сейчас европейские и американские товары везут по сложным схемам через посредников из дружественных стран. Эти друзья и сами добавляют серьезную наценку, но главное, чем дешевле рубль, тем дороже нам эти товары обходятся. Экономику России накачивают деньгами через военную промышленность и армию. Кремль тратит на войну примерно триллион рублей в месяц. Почти столько же, сколько за год на все российское образование. И тут двоякий эффект. С одной стороны, эти триллионы превращаются в довольно специфические товары – военную технику и боеприпасы. Громадные деньги каждый день в виде снарядов и ракет уничтожают украинские города, убивают мирных граждан или просто сгорают в полях. Это не только чудовищное преступление против Украины и горе для ее граждан. Это бессмысленное, абсурдное ограбление россиян. К весне этого года только техники на войне потеряно на 2,5 триллиона рублей. Даже те танки, которые не сгорели, никак не помогают экономике. Целый танк? Не целый. Его нельзя ни съесть, ни выпить, ни надеть. Снаряды не учат детей, не лечат больных, не кормят голодных. В итоге рублей в обороте больше, а реальных товаров и услуг меньше. Поэтому каждый отдельный рубль становится дешевле, а цены растут. Вот вы приходите в магазин, чтобы потратить заработанное, а там либо импортные товары, либо товары, сделанные из иностранного сырья или комплектующих. И все это будет дорожать. Буквально все. И бензин, и хлеб, и даже шаурма. Вы скажете, ну ведь столько денег сейчас соседает в карманах рабочих из оборонки, и столько теперь получают военнослужащие всеми. Разве это плохо? Так вот, эти деньги не решают проблему. Надо понимать, что государство раздает большие деньги военным работникам ВПК не от великой щедрости. В России острый дефицит кадров. Мы и так приближались к демографической яме, а война и массовая миграция усугубили проблему. Чтобы найти и удержать работников, приходится повышать зарплаты. Путин уже фактически дошел до того, чтобы использовать детский труд. И все это происходит на фоне тяжелого демографического кризиса. У нас и без того все было довольно плохо с трудовыми ресурсами. Ну и с нагрузкой на пенсионную систему, конечно. Но Путин, начав войну, сделал ситуацию и вовсяховой. Прежде чем говорить о том, где выход из этой ситуации, давайте разберемся, что именно так ослабило рубль в этом году. Остановимся буквально на двух моментах. Хотя факторов, разумеется, больше. Путин любит высмеивать санкции. Они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло. И, уверен, не выйдет. Однако санкции действуют. Медленно, но верно. И мы уже чувствуем их эффект. Нефтяной эмбарго и ценовой потолок на энергоносители вступили в силу. Продавать углеводороды, как раньше на Запад, уже нельзя. А лучшие друзья Кремля из Китая и Индии, конечно, пользуются этим. И теперь они, главные покупатели, почему-то не хотят переплачивать. В итоге нефтегазовые доходы России стремительно падают. Еще одно гениальное решение Путина. Перевод внешней торговли в рубли и национальные валюты стран-партнеров. В итоге получается, что даже с деньгами, которые Россия получила от дружественных стран, экспортеры ничего не могут сделать. Ну, например, Индия закупила нефть и нефтепродуктов на 40 миллиардов долларов, но заплатила за них в рупиях. А рупия – это неконвертируемая валюта. Ее нельзя просто вот так взять и обменять на доллары или евро. За рупию можно купить что-то прямо в Индии и дальше везти в Россию. Но России нечего покупать в Индии на такие суммы. В итоге эти огромные деньги просто зависли в индийских банках. Индия – это, конечно, очень выгодно. Путин же может гордо отчитаться о дедолларизации внешней торговли. Только экономике России от этого очень плохо, что и отражается на курсе рубля. Вообще-то представители власти и сами уже плохо скрывают нерадужные ожидания. Они опасаются нехватки рабочей силы из-за обвала рубля и требуют срочно принять меры, иначе будет стагфляция. Только вот кто и какие меры должен принять. Сказать это не хватает смелости ни у кого из них. Чтобы укрепить рубль и стабилизировать его курс, нужно прекратить тратить деньги на войну. Нужно перестать кормить и без того перекормленную военную машину. И нужно больше экспортировать. Причем за стабильную валюту, которую легко обменять, и на которую можно купить именно то, что нужно. Но для этого требуется самая малость. Прекратить войну против Украины. И это решение упирается лично в Путина. Думаете, он на это пойдет? Пока его не заставят, не пойдет. Ему плевать на экономику и благосостояние граждан России. Делать вид, что все идет по плану, для него гораздо важнее. Ему страшно не за будущее страны. Ему страшно за свое будущее. Страшно потерять личную власть. И он будет держаться за нее до последнего. Ведь у него скоро пусть и формальные, но выборы. Кремль всеми правдами и неправдами будет пытаться удержать курс, как он пытается отложить иммобилизацию. А там, глядишь, на Западе устанут от войны. В США победит Трамп. В Европе к власти придут большие друзья Москвы. Они вместе снимут санкции. Китай через Северную Корею будет спонсировать оружием. А в Украине, конечно, выберут Медведчука вместо Зеленского и присягнут к Кремлю. В общем, заживем. Вероятность такого сценария, как вы понимаете, маловато. Реальный сценарий. Война еще затянется. Россию окончательно выпилят из сферы современных технологий. 140-миллионную Россию милитаризованная экономика угробит быстрее, чем 300-миллионный СССР. Путин умрет. А мы обнаружим, как обнаружили после развала СССР, что в Сбербанке вкладов нет. Одни пустые записи. Что пенсионного фонда нет. Спустили на войну. Что ЖКХ, инфраструктура промышленности. Все отстало от мирового уровня ровно на путинские четверть века. После этого экономику и человеческий капитал придется восстанавливать десятилетиями. Поэтому спасти рубль, спасти экономику, спасти Россию можно только одним способом. Снести Путина с его бандой и остановить войну. Пока не стало поздно. Счастливо вам. Вспоминайте об этом каждый раз, когда смотрите на курс рубля или ценники в магазинах. Продолжение следует...